Кирилл Чемберлин Удастся ли нам достигнуть конечной точки своего путешествия Шпицберген Потому что, естественно, разрешено сейчас русским въезжать только в Венгрию Дальше будем на свой страх и риск уже пытаться прорваться в Европу Но и буду вам рассказывать, удалось нам это И если удалось, то как, возможно, вы захотите последовать нашим маршрутом А вот как раз моя компания на эту поездку Николай, Алексей и Кирилл Ну помашитесь, мальчики, повернитесь Первый этап пройден Мы в Амстердаме, вот в аэропорту Сидим в кабаке В Хайнекеновском Ждем, когда нам принесут пиво Принесут, принесут Вот, да, нам уже Мы покупали в Москве билеты С пересадкой в Амстердаме до Будапешта Вот В аэропорту Шереметья у нас спросили только Сертификат, который я показал с телефона на госуслугах О том, что у меня есть прививка спутника И им это было вполне достаточно Дальше нам выдали сразу же два посадочных до Амстердама Из Амстердама до Будапешта Мы прилетели в Амстердам На границе Спросили, попросили предоставить сертификат Я вот, о том, что у меня есть прививка Я его распечатал, показал Вот, и все, проблем никаких не было Мне поставили штамп в паспорт И впустили в аэропорт Амстердама Сейчас 2 ноября на календаре Поэтому билеты из Москвы до Будика прямые Стоили по тридцатке с лишним Вот, а КЛМ стоил... Сколько стоил наш КЛМ? 12 тысяч, да? 12 тысяч стоил ли билеты КЛМа с пересадкой в Амстердаме Короче, в общем, не бойтесь летать до Будапешта с пересадкой Оп! Ваше здоровье! Ух, хорошо! Хорошо? Вообще хорошо Довольны Все-таки голландский Хайникен, конечно, По пичи будет нашего отечества Ну что ж, наконец-то мы добрались до второго чекпоинта Нашего путешествия Мы в аэропорту Будапешта Из Амстердама вообще без проблем сюда долетели Никто не спрашивал ничего Ну что ж, это ничего удивительного Это страна 2 шенгенского договора Поэтому, если ты уже в... Короче, если ты прилетел в Амстердам И прошел там паспортный контроль То в Венгрии тебе попасть никаких проблем не существует Вот он перед нами ночной пригород Будика Сейчас начало 12-го по местному времени Поедем в отель по пиву И, наверное, ляжем спать Завтра тяжелый день Завтра два футбола Здесь Кубка Венгрия Прогресс докатился и до Венгрии Таксишка, которая нас встретила в аэропорту Тесла Это модель ZJ, да? 3 А какая? Модель 3 Модель 3 Если кто не видел, как она выглядит внутри То такой здоровый монитор В общем Стеклянная крыша Не знаю, видно ли ее Ну, надеюсь Вот В общем Я в последний раз гонял на таксишке Дерпи Да вообще не последний раз А единственный раз в своей жизни Это был Тюрих Заселились в отель Ибис Который на метро Кельвин Тер Мы здесь жили Уже в прошлый раз Властый отель И, естественно, заказали сразу же Локал лагера Пиво Сопрони Ну, давай Давай Оп Ваше здоровье, ребятушки Ух, хорошо Не так, конечно, как Амстердаме хорошо Но в целом неплохо После изнурительного перелета Хлебнуть холодненького пивка Покажу, как обычно Я делаю вам свой номер Ибис Стандартный 4 тысячи рублей стоит Такая комната с завтраком Но самый кайф Это, конечно Вид из окна Просыпаешься утром И кайфуешь, видя вот такую Красоту Скучал я, конечно, по Европе Чтобы чувствовать себя спокойно И получить доступ На все стадионы И в дальнейшей поездке в Данию Мы решили сдать ПЦР-теста Вот на них цены Мы взяли вот этот вот За 19.400 С английским сертификатом ПЦР-тест Готовится он от 12 до 28 часов Стоит он 4.700 На наши рубли Какой-то подземный переход Где сидит доктор Вон Колян Стоит ему там Сейчас все оформляют Сейчас мы вам покажем Как ему будут в нос И в рот лазить палками Ну, у него восьмерка Даже не помолчился негодяй Ему нравится, да? Кайфово После сдачи ПЦР-а Пришло время двигаться На первый футбол Сегодня два матча Кубка Венгрии Два стадиона Находятся вроде как Не так далеко друг от друга Google карты показывает 15 минут на таксишке Ехать Постараемся успеть На первый тайм на один матч И на второй тайм на другой Как раз в время перерыва Доехать Потому что начинаются они В одно и то же время Опять нам подфартило С таксо Мирен новый И Ешка Вообще, на удивление В Венгрии Хорошие машинки Работают в такси Билетная касса Внутри стадиона Купили билетики На первую игру 1300 флорентов Стоит сколько Вообще-то на наши деньги? 400 Фассад стадиона Маленький такой Играет здесь Клуб Туя Называется Как я уже и говорил Это Кубок Венгрии Будут принимать И не какую-то команду Которая играет Они играют Как типа наш ФНЛ Вот Вторая лига А будут они принимать Команду из высшего дивизиона Из первой лиги Вот Что самое удивительное Сегодня среда Матч стоит на 12.30 утра В среду И билет продает только за кэш За карту Купить ничего нельзя Зашли на трибунку У нас спросили Только Сертификат Как раз вот Коронавирусный Здесь прям Скамейка запасных А здесь говорят Ставят на нее Пиво во время игры Сейчас идем Покупать пиво и еду Зашли в кафешку Вот она А тут прям Вид На поле Можно сидеть Смотреть пиво Жрать и Смотреть футбол Так выглядит Наша скромная Трапеза Бутера С каким-то шницелем С огурцом Я майонез Еще Накапал Этот ест без огурцов Но с горчицей Но с горчицей И с кетчупом Ну и Как я и показывал Уже Поле видно Прям От нашего стола Замечательно Ну что ж Ребятушки Приятного аппетита Нам и ваше здоровье Ух Хорошо Да Стартовый свисток Матча Игра Началась Даже фанаты есть Обратите внимание Стоят там Бананы Бананы Гостевых болельщиков Что-то не особо видать Видите Вот там вот табло Идет 14-я минута Только началась А счет уже 0-3 В пользу Команда из высшей лиги Некая ПАКСи Это пиздец Вообще просто Мячи влетают Каждые 4 минуты В ворота Домашняя команда Вот это Туе Пипец вообще Игра конечно Просто Шокирующая На 17-й минуте Пенальти Сейчас видимо Будет 4-0 Да Ну что ж На 41-й минуте Счет 0-5 И нам пришло Время Покидать Потому что До следующего Стадиона Ехать 19 минут Покидать Я имею ввиду Этот гостеприимный Футбольный Матч Сейчас посмотрим Наверное Опасный Шратвой Штрафной И Поедем уже Прибыли на второй Стадик Клуб Который здесь Играет Называется BVSC Зугла Непонятная Как эта конструкция Пока Вон там Бассейн Я вижу А там Видимо Проходит Как раз Футбольный Матч Это опять Кубок Венгрии BVSC Зугла Это команда Которая играет В третьем По силе Дивизионе И принимает Она сегодня Опять Команду Из высшей Лиги По идее Сейчас Как раз Должен Стартовать Второй Тайм Здесь Схожая Ситуация После первого Тайма 0-3 Выигрывает Команда Мол Фехервар Очень топовый Стадион Офигенный Вон та Трибуна Особенно Но и здесь Тоже Очень Антуражно Люди Сидят Прям На Каменных Ступенях Билетов Кстати Нет Вообще Зашли Абсолютно Бесплатно Может быть Потому что Второй Тайм Да Хрен его Знают Опа А вот Игол Снял Да Зачнял 0-4 По итогу Ну не по итогу А На 62 минуте 0-4 счет А вон Фанаты Запели Финальный Свисток Зафиксировал Счет 2-5 Вон там На табло Что значит Тоже 0-5 Здесь 2-5 А тот Кстати Закончился 0-5 Мы посмотрели По интернету Вот В общем Там Мячи Больше не забили А здесь Офигенно Мы кайфанули Офигенная Атмосфера Здесь На стадионе Вот Ну и теперь Что Теперь Кататься На кораблике Пока погода Хорошая Пока Дождь Не начался Вот Приперлись К пристани Кататься На кораблике Вот она Речка Дунай По которой Сейчас Поплывем Причал Если кому Интересно Находится Прямо Напротив Отеля Мариот На набережной Так что Не ошибетесь Здесь много Причалов Вот Стоит 1300 Рублей Вот Такой Огромный Корабль У нас Ебнешь Сколько Места Еще и Верхняя Палуба На улице Есть И Бар С чешским Пивком Бернард Вообще Я До этого Когда Кстати Последний раз Был в Удике Тоже катался На кораблике И они были Гораздо проще Они напоминали Чем-то Вот эти Такие Речные Трамвайчики Которые По Москве Реке Ходят Вот Они мне кажется Стоили Дешевле Если сейчас Там Тысячу С чем-то Билет Стоил То Тогда Они стоили Мне кажется Рублей 500 600 И там Помимо Пивка На корабле Продавалось Еще и Крепыш Всякие Местные Было Прикольно На таком Козырном Корабле Буду плавать Впервые По Дунаю Это вот Пиво Форматом 0.33 Это единственное Что здесь Дают Оно Оказывается Входит В стоимость Билеты И больше Блять Вот кроме Вот этого Одного Странного Пива Купить Нельзя Потому что У них Отсутствует Касса На корабле Это Пиздец Конечно Не ездите На этом Корабле Лучше Ездите На обычном Речном Трамвайчике Где Можно Удлимитед Покупать Бухло Всякое Разное Будапешт Конечно Очень Красив Ну Вообще Весь Город На самом деле Классный Но С Воды Он Особенно Офигенно Выглядит Вот этот Мост Конечно Бомбический Гора Вот там За мостом Банни Гильярт Известная Зацените Мост Конечно Супер Вообще Ну И вот Это Вот Страна Города Я Честно Я путаю Какая из них Страна Будда Какая из них Страна Пест Она Тоже Конечно Офигенная А Чуть дальше Там Будет Здание Парламента Совершенно Бомбическое После корабля Перед тем Как идти в Сечине Пришли на Старый рынок Вот Все что надо Знать Венгерской Кухне Собственно Говоря И вот Этот малыш Собирает Суседа Съесть В Сечине Вот Имя Пойе Этих Знаменитых Тормальных Бань Купили Браслет 5600 Форентов Это Получается Наверное 1200 1300 Рублей И Три часа Можем Тусить В Сечнях На улице Уже Тут нет окна Короче Уже темно Вот Похолодало К вечеру Это самое оно В Сечнях В холодную погоду Когда На улице Зябко А вода Теплая Это кайф Ух Хорошо Смотрите Сколько пара Тут Кайф Сейчас полезем В бассейн В тот А потом Вот в этот А вот Кстати Кафешка Где продают Бухлишко Бухлишко Что нужно сделать Искупавшись В термальном Бассейне Тьфу Блять В бассейне В Сечне Конечно же Наебнуть Пивка Чем мы сейчас И займемся Опа Ребята Ваше здоровье Как обычно Ух Хорошо А на улице Холодно После Сечни Пришли Поужинать В топовейший Ресторан Будапешта Называется Кафе Интенза Запоминайте Ребята Интенза На Прямо У метро Кельвинтерна Находится Здесь Самая На мой взгляд Вкусная Фуа-гра В Будапеште Вот Оно В меню Где тут у нас Вот она Пенфрайт Бус-ливер С кармелизованной Грушей И пюре Стоит 17 евро Именно ее И будем Сейчас заказывать Это Бушка Вот она Лучшая Фуа-гра В Будапеште Ребята Поверьте Вот этот Вот Печень Гуся Это Самое Топовое Что вы можете Здесь найти Ну и конечно Пиво В ледяной Кружке Ваше здоровье Ух Хорошо Наступил четверг День когда нам Надо лететь В Копенгаген На матч Бронбю против Фрэнджерс По лицам Этих людей Вы можете понять Что вчера Был тяжелый Вечер Вот Он был действительно Тяжелый А когда тяжелый Вечер Утром Всегда хочется Какой-то Не самой здоровой Пищи Поэтому мы Сидим В топовом Еврейском Ресторане Будапешт Называется он Мазель Тоф Вот И Кушаем Шакшуку С марокканскими Бараньями колбасками Хумус Сабихом Ну и пьем Пока Кофеек С водичкой Так что Пожелайте нам Приятного аппетита Кирюх Это тебе Видео Напоминалочка Как мы обычно Проводим Больше всего Времени Все сидят И готовы Уже ехать А ты где-то Срешь И так бывает Регулярно Ну давай Обнимаю Пришло время Покидать Венгрию И лететь В Копенгаген Где уже Буквально Через Сейчас я вам Скажу сколько Через 3 часа 45 минут Начнется матч Бронбю против Рейнджерс Мы сейчас В аэропорту Будапешта Позвольте Еще Нашли Тут Стоит С какого года Стоит С 94 С 94 В этом году Был списан Ту-154 Старенький Венгерских Авиалиний Так вот Стоит до сих пор Уже Хрен знает Сколько лет У трапа Ну в общем Мы прилетели В Копенгаген Видите Тут Эксид Написано Идем Туда Совершенно Без понятия Пустят ли нас Сейчас В город По идее Должны По идее Не должно быть никаких Ни границ Но вообще Насколько мы знаем Что В русском Сейчас В Данию Въезжать Нельзя С туристическими Целями Очень надеемся Так как мы прилетели С Шенген В Шенген То Никто нас проверять Не будет Вот Но В общем Все равно Немножко Паримся Но Идем К намеченной цели А именно К выходу Из аэропорта Кстати Буквально Уже через Час Двадцать Начинается Футбольный матч Поэтому Нам сейчас предстоит Прям Моментально При выходе Взять такси Поехать к стадиону Найти камеру хранения Сдать шмотки И бежать На сектор Нам Фанаты Бронбю Знакомые мои Намутили билеты Потому что С билетами Была целая эпопея Билеты Которые Мы купили На сайте Бронбю Нам их Клуб Отменил Потому что Подумал Что мы фанаты Рейнджерс И Они вообще Там порядка 250 билетов Отменили Которые Купили гостя На домашние сектора Потому что Гостевой сектор Не может вместить Всех Желающих Желающих В общем Все билеты Поотменяли Поэтому Были вынуждены Обратиться Непосредственно К самим Фанам Бронбю Чтобы они Через свои Каналы Достали нам Билеты Вот Ну в общем Надеемся Что На футбол Мы тоже попадем Ну что ж Все Свобода На улице Оп Никто ничего Не спрашивал Просто Взяли И вышли И все Так что Прилетаем В Будапешт Теоретически Оттуда можно Лететь в Копенгаген Без каких-либо проблем У нас даже Долгом никто Нашу ПЦР-тест Не проверил Так просто Спросили Есть Есть Это еще при посадке Самолет в Будапешт Вот Сказали Есть И все И пошли дальше Короче Ребята Путешествуйте По Европе Не ограничивайтесь Только Копенгагеном Копенгагеном Будапештом Вон уже светится Надпись Бронбю Пригнали К стадику Такси Достаточно дорогое 330 крон Датских От аэропорта Хотя ехать Максимум 20 минут Это получается 330 крон Это получается Приблизительно 3000 рублей Короче Такси Обошлось Немало Вот Но других вариков У нас не было Потому что Нужно было оказаться У стадиона Быстро Вот эти все люди Которые стоят Это все Очередь На сектор Несмотря на то Что до футбола Еще 30 минут А визуально Мы смотрели Там уже нету места Блядь На стадионе Куда проходить Куда мне Блядь Все сядут Вообще Совершенно Непонятно Здесь конечно Аншлаг Аншлаг Зашли в магаз Клубный Бронбю Перед матчем Выбор конечно Огромный Начиная от детского Всего Формы Шапки Рюкзаки Народу полно Красивый Красивый плакат Стадион Ну класс Ну все Круто Зашли На самом деле Сенюарды Все на панике На лютой Узнают Из какой-то страны Мы сказали Что мы русские Русским Войти Разрешили Но Типа Кирилл Наш четвертый Компаньон Его что-то В сторону Дернули Сейчас стоим Его ждем Надеюсь Что его сейчас Пропустят Сюда Вот Ну в общем Надеемся На это Морелос Типа Забил гол Но его отменили Когда Пропорядочные Граждане Сели на свои Кресла Все Купили пивка Стоит Сколько стоит 550 рублей На наши деньги Именно стоит 0,5 стакан Дорого Но что делать Никто не говорил Что в Дании дешево Давайте Пацаны Про вход Ты расскажешь А я рассказал Уже все Про вход Что Сдюарда Запалевья Давайте Все Будем здоровы Ваше здоровье За удачную Вписку Ух Хорошо Пронгут Обил Игол Ведут 1-0 Насколько Пиро Все 60 И реально Трибуна Ходит Под уном Круто Еще К слову О ценах На стадионе Вот Такое Комбо Вес 20 сезона Булки И Пиво Одно Стоит 110 крон Это получается Примерно 1200 рублей Вот Ну Не дешево Но Кайф Зато Сосисок Последний Пожрать Рейнджер Забивает Голы Оказывается Вот там На центре Первый раз Честно говоря Я сейчас Обратил Внимание Там Оказывается Целый Сектор На центре Фанатов Рейнджер С окруженных Стюардами 1-1 78-я Минута Сейчас Идет Расвистел Свисток Финальный 1-1 Замерзли Пиздец На самом деле Холодно На стадионе Ну и дальше Топаем Сейчас Встретиться С нашим Приятелем Из Бронбю Он Какой-то Шарф Обещал Подогнать Значок Надо заплатить За билеты Которые Он Нам достал Ну и В гостишку Заселяться После игры Фаны Бронбю Пригласили Нас В свой Пап Вот Вы видите Его Это Светящийся Домик К сожалению Там Внутри Нельзя Снимать Там Только Ультрас И Хулиганы Бронбю Собирается Буквально 10 минут Ходьбы От стадиона Очень классное Место Но Внутри Показать Опять же Вам Я его Не могу Но Проверьте Там Очень Круто Бухаем Там А сюда Я Отошел Поссать В лес Потому что Там такая Очередь В сортир Что невозможно Блядь Через Одну Комнату Живем Мы Заселились В отель Сколько Стоил Отель Сейчас 500 Короче В районе 6000 Рублей Стоил Отель Вот Посмотрим Чего Предлагают За эти Деньги Здесь Ой Чек Блять Так Вставляем И Да Примерно 7 квадратных метров Наверное Номер Сейчас Позрюм Чего Ну да Собственно Говоря Вот Дверь Кровать Душ Туалет Все Что здесь Есть За эти Деньги Кирилл Игоревич Как там Ваш номер Такой же Как у меня 7 квадратных метров Очень большой Посмотри Блять Мне кажется У меня есть стола Со стволом Сейчас Я Смотрю А нет У меня есть стол Со стволом Все Спокойной Ночи До завтра В Дании В этих отелях Отсутствует Возможность Оставить Бесплатно Вещи На ресепшене Поэтому Тут есть Целая комната Где Как на вокзале Камера хранения Стоит 20 крон Здоровые Все 4 сумки Наши Лезли Давай Каленш Закрывай Оп Момер 007 Как Агент Джеймс Бонд Вот он Наш отель И он стоит Оказывается Прямо на берегу Канала Пошли гулять Мы Красотища Конечно Скандинавский Дизайн Рулит Да Солнце Херачит И вообще Город Конечно Класс В прошлый раз Мне захотелось Вернуться в Копенгаген Еще Тогда Когда я отсюда Не уехал Это Офигительнейшее Место Очень рекомендую Зырьте Какой прикольный Мост Над рекой И вот там Вот посерединке Разрез И судя по всему Он разворачивается Не Не боится Как в Питере А он разворачивается Вот так Вот Короче А может быть Он даже Вот так Разъезжает Хрен его знает Но Тема прикольная Никогда не видел Такого До этого И вообще Классно Когда Смотрите Старые Здания Сочетаются С Современная Архитектура Это конечно Выглядит Бомбически Такое вот В Мальме Есть В Стокгольме Копенгаген В Копенгагене Наверное Наиболее ярко Это выражена Вся история Опять же Зацените Картину Сколько крутейших Шпилей Башен А здесь Блядь Солнце вышло Топовейший Мост С такими Опорами Как По двум краям Как будто Это Маяки Очень классно Пришли в район Цветных домиков Наверное Самая известная Визитная карточка Копенгагена Бухта Ньюхавен Но Вы наверное Многое Этого Видели у меня В выпуске Посвященном Поездке В Копенгаген И Мальмо А если не видели То посмотрите На ютубе Мяч Пинта Копенгаген Мальмо Или Данья Шреция Она называется Ну короче В общем найдете Она есть В списке Видосов Я тогда достаточно Подробно показывал Копенгаген Поэтому Особо сейчас Останавливаться На показе Местных Достопримечательностей Не буду Ну и конечно В Дании Нельзя без Морибродов Опять же Если вы смотрели Мой выпуск Из Швеции И Дании То Знаете что Это Палае Бар Это топовое место В Копенгагене Где продают С мориброды Одни Локал пипл Помимо нас Давайте ребятушки Оп 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 Ух Хорошо А пьем кстати Знаете в чем Это Туборк Крисмас Эдишн Ничего кстати Такой Хороший Хороший Ну что можно привести Из Дании В качестве сувенира Конечно же Вещь Норзо Проджекс Прекрасного Датского Бренда Я себе взял Вот такой вот Овершорт И сразу же Его уже И напялил Вот Вообще в целом Кайфу От этого От этой фирмы Делают реально Классные вещи Ну что Мы опять в аэропорту Опять в аэропорту Копенгагена Даже я бы сказал Больше Сейчас отсюда Полетим В норвежский Город Берген В Норвегии Не был никогда До этого Будет моя 50 53 Страна Уэфа Где я надеюсь Посетить футбол У нас по плану Завтра матч Главной команды Брана С Русенборгом А в воскресенье Мы Планируем Прокатиться Из Бергена По самой красивой Железной дороге В мире До Осло И там сходить На главное дерби Норвегии Лилистрем Против Валеренге Ну и так Чтобы вы понимали Билет из Из Копенгагена До Бергена Стоит 6 тысяч Рублей Норвежскими Авиалиниями Мы сейчас полетим Мы долетели До Бергена Как вы видите По этой надписи За моей спиной Опять никаких Вообще Ни тестов На ковид Ничего не спросили Просто сели В самолет В Копенгагене И полетели сюда Вообще нигде Ничего не спрашивали Ничего вообще Паспорт даже Даже паспорт Не спрашивали Да Нигде вообще То есть Только билет На самолет Билет электронный На самолет Все мы Приложили К турникетам Короче Абсолютное Раздолбайство Так что Ребята Несите дома Блядь Гоняйте по Европе Даже в ковидные времена Очень забавный номер У нас В отеле Бергена Называется Отель Magic Hotel Exhibition Находится В самом центре Города Такой Аскетичный Скандинавский Дизайн И Вид На одну Из центральных Улиц Города Стоит Все это Добро Порядка Пяти тысяч Рублей В сутки Или пять От пяти до шести Не помню сейчас точную сумму Но в общем порядок Такой Вот Но Забавно Такие яркие Везде История Лампа Там вешалка Обивка у кровати Короче прикольно Как заселились в отель Сразу же буквально Выперлись из него Чтобы пойти пожрать Пришли на известный Бергенский рыбный рынок Сейчас покажу вам Как он выглядит Вот это вот все Богатство Которое Здесь представлено Омары Крабы Что тут только Нету Очень круто И Вот он туда Вот продолжается Дальше То есть Тут реально Топовое место Сейчас Сядем тут В рейстике Пожрать Свежие рыбки Короче Вот это вот То что Принесли все Морепродукты Питеписк Хлеб Селедка Салаты Супы Стол конечно Выглядит уверенным Рабочий стол Рабочий христианский стол Да Передаем привет Передаем привет Нашим друзьям Из Москвы Интересно будет Потом посмотреть На счет Когда я его принесу Вот счет 4 734 4 734 Умножаем На 8.1 Столько стоит 8 рублей 10 копейки Одна крана Бабам 38 345 Вот это вот Все добро Наше Стоило Немало Блядь Прямо скажем Нормально Селедка Да Селедка с картохой Вообще Выдалась За такие бабки Смотрите Какая красота Вышли мы Из ресторана Здесь Залив Город Потом Вот все Это огоньки Это город В гору туда Уходят Все Свидится уже Рождество Скоро Классно Это Кирилл Игоревич Купил себе Кепку Норзе Проджект Сказал Что это единственная Бейсболка Которая ему Подходит Вот Между прочим Из Гортекса Теперь ходят Модный Довольный Улыбается Дождь Дождь Не помеха Теперь дождь Мы пришли в паб Вот он паб Ирландский Вот Заказали Три лагера По 0,4 И Один Ньюкасл Браунель Вот такой вот Лагер 0,4 Ханс Местный Стоит 99 крон Это получается 800 рублей На наши деньги 10 евро За 0,4 пива А этот стоит 125 крон Получается Врун Мне сложно Считать Но больше Больше Нет Наверное Искасаль Примерно Вот так вот Такие цены В Норвегии Ребят Ваше здоровье Все Надо было сказать Хорошо Но Но дорого Так как наш отель Этот Эксибишн Мэджик Хотел Находится В Большом торговом центре Который также называется Эксибишн У него нет Своего собственного ресторана Но Внизу В торговом центре Есть вот такая вот Пекарня Называется Соль брод Вот И Сидеть договоренность О предоставлении завтраков Ну типа Спешл оффер Бутер с Ветяной и сыром На булочке И кофе Стоит 89 крон Это 720 рублей На наши деньги Дорого конечно Блядь Но Такая страна К сожалению Ничего не поделаешь Пришли мы На Одну из Как там сказать Главных площадей Бергена Вообще Вот это вот Не знаю Как это назвать Палатка большая Где Делают тесты на корону Мы хотим узнать По поводу того Чтобы Можно ли тут Шваркнуться Западный Прививкой Чтобы можно было В Европу Потом без проблем Ездить Но они с 11 Работают А сейчас Только 10 часов Ну и полюбуйтесь Здесь классное Озеро Живописное Лебедя Чайка Все есть Да Приперлись К Очень красивому Храму Зырчик какой Огромный Классный Старый Он стоит на горе И здесь открывается Еще и классный вид На Сам Берген К сожалению Не видно Залива И озеро Но И без него Вполне себе Достойно Ну и домики Обратите внимание Жилые Тоже конечно Супер Вон 1113 года Постройки Этот белый Вот зеленый Тоже Классный Стильно Тут Очень стильно Видимо в день игры Смотрите Развешивают Флаги Местная команда Называется Бранд футбольная И обратите внимание Здесь вот Граффити Такое Абсолютно В стиле Бекси Сделанное Прикольное Еще один Сувенирчик Из нашей Поездки Кружка Бергенс Которая Сделана Соместная С фондом Дикой природы ПВФ Куплена Вот здесь Вот В магазе Одного Из самых Топовых Аутдор брендов Вообще Мира Норвежского Бергенс Пришли К заливу Где я вчера Ужирали В рейстике Вот он Вот там Вот прямо По курсу Зацените Какая красота И вот Ребята Тоже Такое Что Норвежцы Или шведы Стоят Записывают Блог У них Вон Стоит Видеокамера Здесь Действительно Видок Конечно Классный Для угара Мы купили Три Одинаковые Куртки Вот такие Вот Хэлли Хэнсен Workwear Эта Линейка Не продается В Москве Такие дождевики Ретиновые Очень классно На наш взгляд Выглядящие Вот В общем И сделали фотку На фоне Вот этих Под конечных Домиков Вы ее можете Увидеть у меня В инстаграме Прямо сейчас В сувенирном Магазине Бергена Купили Вот такую Вот Открывашку Для Бутылок Вон Видите Там Она Как бы Внизу Повешу У себя В пабе Будет Открывашка В форме Молота Тора Крутая Вещь А Кстати Ну Если По цене То Это Стоит Сколько Это Стоит 4 4 С чем 4 С чем Тысяч Рублей Но она Такая Полнотелая Весит Наверное Ну Ближе К килограмму Такая Железяка Паромы Размером С дом Здесь Стоят Огромные Совершенно Интересно Куда входят Наверное Может быть Труизы по Норвегии Прикольные Еще Одна Из Достепримечательностей Бергена Это Вот То Что Осталось От Бергенской Крепости Вот Это Здание И Вот Это Стена Вся Поросшая Каким Вот Хочет Фотографироваться Берген Сердечко Мы не хотим Шли-шли И набрели На Тренировку Викингов Вон На мячах На счетах Выступают Люди Рубятся Даже Девчонка Среди них Есть Ну Как-то Они не очень-то Активны Если честно Домики Прямо Вот На ладони Посмотрите Какая Красотища Это Кстати Вот Все эти Четыре дома Это Отель Редисон Стоит 18 18 тысяч Да Стоит На Две Ночь Но Наверное Чтобы пожить С видом На залив В таком домике Это Прикольно И еще Одна Очень милая Улочка Бергена С цветными Пряничными Домиками В основном Внизу Все занято Конечно же Рейстиками Прыгнули в автобус 460 маршрут Едем в какой-то город Аготнос Недалеко от Бергена На Футбол Там Сегодня Матч Сейчас дня Команда Типа нашего ПФЛ Третьего поселения Дивизиона Смотрите Нет От третьего ПФ Типа как ФНЛ2 Ладно Неважно В общем Короче Смотрите Ребятушки Надо Если вы хотите Билеты купить Дешевле То Называется Приложуха Как она называется Скайс Скайс Вот Короче Билеты Стоят 156 крон На Четверых Соответственно Это Порядка Там 350 Рублей На Человека А если Покупать Водителя Сказали Что Это В полтора Раза Дороже Стоит Полтора Часа А действует Полтора Часа Да Зона Зона А Зона А Это Практически Все Что Вокруг Бергена Туда Попадает Вот Так что Короче Едем На Футбук Дорога Наша Лежит Вот Через Такие Охуительные Фьорды К сожалению Не знаю Насколько Это Хорошо Видно Из окна Но Картинки Топовые Пожалуйста Помимо Фьордов Еще есть Поля Для Гольфа Тут Очень Миленькие Приехали В город Аготкас А вот Видите Светится Мачта Стадиона Топаем На Футбик Стадиончик Внутри Небольшой Вместимость Вроде У него Порядка Написано Что-то Там Двухтысяч Но Мне кажется Он меньше Команда Прикольная Форма Красно Синя Нравится Вход Бесплатный Билет У нас Мы не покупали Никто У нас И не спрашивал Продаются Продаются Там Под Доги Сейчас Покажу Палатку Это Соответственно Синяя Будка Это Сортир А вон Там Хот-дожки Делают Но Пиво Не наливают Сколько Хот-доги Стоят 30 крон 30 крон Полное Говно Полное Говно Но Я не стал Брать Мы приехали Начало Второго Тайма Сейчас 57 Минута 0-0 Пока Счет Капа Теннисистов Больше Вам любят Хотя Сборная Италия По-моему Они сдались Сейчас Пума Их Наряжает Вот Даже Есть Болельщики Гостей Три Человека Нет Четыре Человека В шарфах Красно Синих Болельщиков Домашней Команды Замечено Не было Ни одного Вообще Чехол Кубок Конечно На редкость Унылого Качества И поле Кривое Если видите Там В центральном Кругу Как раз Видно Преломление Земли Между первым И вторым Путбеком Решили Заскочить В Бергене Перекусить Нашли В интернете Какой-то Гастропап Который Называется Пингвином Вот Который Рекомендован Пока Покажу Закуски Это Соответственно Оленина Это Вечина С Картохой Это Крем Из Балючиза С Какими-то Картофельными Чипсами А это Форель Вот Ну Не знаю В общем Короче Сейчас Будем Пробовать Вкусно Невкусно А потом Как обычно В Норвегии Будет интересно Посмотреть На счет Второе У нас Рагу Из Оленина У троих А у Кирюхи Митболы Кстати Митболы Выглядят Лучше Всего Обратите Внимание Кирилл Алексей Себе Пиво Подогревает Это Алексей Алексей Подогревает Да Ну В общем Короче На самом деле Выглядит Дерьмовый Как Суп Какой-то Ну Что Пришло Время Рас Сплачиваться Вот он Счет И сумма Которую мы Заплатили 16 Сколько? 193 Рекомендирую Суп Что? Расскажи Про суп Свой Суп Расскажи Блядь Нет Слов Просто Это Стоит 250 Кром Это Больше 2000 Рублей За Это Говно Просто Блядь Постыднейшее Это Не Ресторанное Блюдо Если Мне Такое Подали В Москве Я Сказал Что Отнесите Это В хлеб Ёбаным Свиньям Потому Что Жрать Это Невозможно Но Тут Но Тот У кого Нет Мидбола Сделал Лучше Выбор Ну Ладно Пришло Время Ехать На Футбол Едем На Травае На Пуды Вон Шизят Фанаты Брана Или Офи Шизит А Сзади Нас Стоят Парни Фанаты Руссенборга Вот Здесь За Нами Прямо И Туда Чуть Вагона Но Просто Шизят Никаких Агрессивных Действий Со стороны И тех И других По отношению К сопернику Ну По крайней Пока Не было Мы первыми Узнаем Потому что Мы стоим Ровно Посередине Между ними Шиза Идет Вылезли Трайс Трамвая От станции Собственно И вот Идет Толпа Впереди Толпа Знаешь Что В целом Красиво Город Сетится На Горе Это Панова Симборга Если что Вот Ход на гостевой Сектор Все поют Веселятся И главное Ни одного Вообще Мента Я не видел По дороге Ни одного Ни к стадиону Ни на секторах Хочу не уход на секторах Ни вообще Нигде Ни 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 Сильно Сильно Выбор Обидно Причем Причем Там походу Так нормально Жгут Хорошо Горит Обыск Достаточно Серьезный Не пускают Ни с зонтами Ни с водой На сектор Как выяснилось Пива на стадионе Нет Зато Вот мы На фанатской Трибуне Брана Оказались Прикольно Опа Скажу вам Что Бран на втором месте Снизу Борется за выживание А Русюбор Где-то месте На пятом На шестом Находится Забрались на самый верх Фанатской трибуны Будем смотреть На шизу Местных Русюбор Что-то вообще Не видно Часто На стадионе Не понимаю Где они А Вон Сектор В углу Вон там Черно-белый Да Русюбор Только что Забил Гол Вон они идут Все друг друга Поздравляют Кстати если кому интересно Вот так вот Выглядят билеты На футбол То есть они просто Из Apple Wallet Показываются И все Стоит Билет на игру На высшую лигу Чемпионата Норвегии 1500 рублей На наши Мапки Но настоящую трибуну Кстати да Обратите внимание Что это Абсолютно такая терраса В классическом Понимании этого слова Где нет сидячих мест Только все стоят Бран забивает Гол Буквально наверное На минуту 22 Счастье у людей Счастье А прям в стадионе В 11 выход Есть Пап Где Все бухают Пиво И музыка играет В перерыве Прикольно Наливают местные Локальные Питков Хаттс И васа Короче Стоит 84 кроны Наверное Здесь 0,4 Я думаю Вот За 4 пива Заплатили Ровно 3000 рублей Но Дорого конечно Но блять За кайф Бухнуть на стадионе Мне кажется Это того стоит Да Сучно Но выходить на трибуну Кстати да Если нельзя Можно бухать До территории паба Но не на трибуне Несмотря на то Что матч очень интересный Уходим За 8 минут До его конца На присчете 2-2 Кстати Потому что Отсюда Ходит только Один трамвай До нашего отеля Вообще До центра города На стадионе Наверное 1010 человек Поэтому Но очень Не хочется Уехать На 20-м Или Каком там 30-м Трамвае Вот Потому что Они реально Вмещают Немного людей Вот А на улице Вообще Не располагает Погода К тому Чтобы Ждать его Стоять Потому что Там идет Ливень Зырьте Сколько Зонтов На входе С сектора У нас бы Наверное Все Распиздили Вообще А смотрите Какой угар То что Мы идем Вдоль Вот как раз Это Трибуна Стадиона А здесь В трибуне Прямо Жилой дом Ящики Там Окно Горело В котором Цветочки Стояли Прикольно Вот здесь Видим Кто-то телек Смотрит Забавно Чувак Слышит Футбол Не в окно А по телеку После Кубика Пришли Охотно Жрать Пришли В Мак Нашли Здесь Какой-то Вон Прикольно Бутер Выглядит Смотрите Хомстайл Бернейся Написано 100% Норвежский Продукт Все Соответственно Составляющие Местные Решили Его Попробовать Угарните Короче Бутер Размером Примерно С Биг Мак Стоит При этом Он Как Блядь Четыре Вот как Нет Не как Четыре Как Больше Как Четыре Восемьсот Восемьдесят Поблем Полноценный Обед Макдональдса Поесть Такие Деньги В России Нет Два Обеда Полноценных Я могу Сказать Я Когда Беру Обед С Биг Тест Он Стоит Обычно 400 Рублей То есть Два Моих Обеда Биг Тест За Биг Тест Стоит А Биг Тест Сколько Стоит 100 Кран Восемьсот Реально Маленький Биг Тест Вообще Не Наш Короче Не Жрите Макдональдса В Норвегии Это Наебалово Это Сашими Из Кита А Это Суши Из Лососик Который Надеемся Что Выловлен Где-то Здесь Норвегия Славится Своим Лососем А Кит Обратите Внимание Он Больше Похож На Говядину По Собственно Говоря По виду По своему Вот Сейчас Будем Пробовать Японские Деликатесы А потом Опять же Покажем Вам У нас Пока У всех Подвес Суши С лососем По киту И по Пиву И сейчас Нам должны Принести Еще Сашими Из Лосося Принесли Счет Вот Он Сашими Из Заслося Стоит 522 рубля За порцию Сашими Из Кита 696 Рублей А Две Суши Нам Дали В подарок Каждому Вот Еда Топовая Рыба Свежая Кит И лосось Норвежский Пушка Вообще Пивас Нам Подали Какой-то Крафтовый Блять Это пиздец За 1122 рубля За Стакан 05 Стоит Только Вообще Он Невкусный На самом Деле Но За Такую Сумму Мы Принципиально Решили Его Допить До Конца Вот Ребятушки Мы с вами Находимся На Вокзале Города Берген Откуда Сейчас Пойдет Наш Поезд До Осла 7.54 Утро Он Уходит Я Уже Мне кажется Отказывал Но Скажу Еще Разочек Вроде Как Железная Дорога От Бергена До Осла Считается Одной Из Самых Красивых Железных Дорог Мира Билет На Поезд Удалось Купить За Смешные Деньги По Сравнению Вообще Со Стоимостью Всего В Норвегии 199 Крон Они стоили Это Получается Там Порядка 1700 1750 Рублей Ехать Порядка 7 часов Будем Любоваться Красотами Надеюсь Местными И Сегодня Нас В Осло Ждет Главная Дерби Норвегия Лилистрем Против Валеренги Которая Начинается В 7 вечера Мы должны Приехать Что-то Там Без Чего-то 3 часа Без 15 3 Вот Мне подсказывают Вчера На завтрак Себя Поезд Купили Сэндвичем В магазине 7-11 Это местная Сеть Вот этот Сэндвич С креветками Он стоил Что-то Типа Не знаю Наверное Можно Там порядка 400 рублей На наши Деньги И он Стоит Каждый Потрачит На него Копейки Реально Это Офигенно Вкусный Сэндвич Максимально Рекомендую И кстати Как вариант Это Хорошо Можно Сэкономить На Жрате В Норвегии Так как Она здесь Дорогая И не особо Вкусная Чаще всего Вот этот Сэндвич Точно Является Хорошей Альтернативой Вышли На Из вокзала Вот он За нашей спиной На пешеходную Улицу На какую-то Первое Что видим Это Магазин Хэлли Хэнсон К сожалению У меня Тут беда Произошла У меня Вчера Лопнула Подошва На Кроссовке Ноги Промокли Из-за этого Точнее Нога Вот Хотел бы Све кроссовки Новые Купить Но Блин Сегодня Воскресенье И вообще Все Закрыто Вот Даже Вот Фудлокер И тот Скотина Закрыт Придется Ходить Либо С мокрыми Ногами Либо Надеяться Что Сегодня Хотя бы Дождика Не будет Отель В котором Я остановился В Осло Называется Ситибокс Вот такой Вот Небольшой Номерок Стоит 5 тысяч 350 рублей За Сутки Без Завтрака Естественно Вот Прикольный Отель Тем Что Там Нет Ресепшена Внизу Ты Чекнишься У Терминала Вот Сам Но В общем Такой Опять же Скандинавский Дизайн Нормально Мы здесь Лишь на одну ночь Поэтому Вполне себе Хватит Что Переночевать Выползли Мы четко Погулять По Осло Зырьте Китайский Ресторан И Висит Флаг А Нет Это Богемин Какой-то Спортспаб Осло Вон И флаг Валериянга Висит Болеет за них Видимо Да Но Кстати Осло Видно Что Конечно Город Побольше И По Столичнее Чем Берген Здесь Уже И Здания Такие Обратите внимание Достаточно Современные Высокие Вот Не только Тепляничные Домики Хотя И они Тоже Есть Вот Чему Подтверждение Как раз Желтенькие Красненькие Вот В целом Прикольно Притопали К Королевскому Дворцу Вон Там Смотрите Гвардейцы Стоят Один Гвардеец В будке Почему То Видите Справа Стоит Гвардеец А слева Никого Нету Решили Обойти Дворец И Охуели От того Что Вот Стоит Гвардеец Истинный Норвег Правда Почему То Черного Цвета Как раз Попали По всей видимости На Смену Караула Первая Вообще Девчонка Идет Красиво Вышагивают Заценить Это Очень красивое Здание Это Театр Я так понимаю Что это Оперный По всей видимости Вон Сейчас я Уточню Это даже На карте Что нам Норвежский Национальный А Норвежский Национальный Театр Но Тем не менее Выглядит Классно А вон Чертово Колесо Обзорное Вот это Вот здание Совершенно Современное Не знаю Вообще Больше Похоже На какой-то Бизнес Центр Это Вообще На самом Деле Ратуша Это Конечно Удивительно Я Таких Не видал Еще Пока Залив Или Бухта Ословская Называется Осло Хаван Но В основном Я так понимаю Что здесь Туристические Корабли Стоят Какие-то Парусные Суда Думаю Что катают Наверное Тут Туристов В основном Зырьте Вот здесь Вот короче Педаль На Прям На плитке А вот Висит Колокол Сейчас Нажимаю На педаль Опа Кайф Че Правда Кайф Ху Пойми Но В общем Забавно Зачем-то Здесь На фоне Очень красивого Какого-то Старинного Комплекса Зданий С забором Какие-то Гейские Шары Покрашенные В радужные Флаги Хрен Он Портит Су картину Даже Фотография Невозможно Красивую Сделать Вот это Перед вами Здание Парламента А вот Это Самый Козырный Отель Города Называется Гранд Отель Зацените Какие Здесь Концепт Кары Стоят Вот Этот Охуенный Вот Это Светящееся Здание Слева Это Как раз Опера Стоит На берегу Как В Сиднее А вот Там Чуть Правее Это Музей Мунка Если Вы знаете Такого Художника Ну Вы наверняка Видели Его Известную Картину Крик Там Где Человек Обхватил Голову Руками И Кричит Еще В целом А Это Кстати Это Сауна 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 Нифига Седа Смотрите Это Сауна Обалдеть Можно Здесь Дрова Лежат Да И Можно Попариться Прикольно Кто Посадил В баню Максимум 10 персон Максимум Стоит Там 2600 Что Два Часа 2600 Крон И 3900 За Три Часа Это Получается 2600 Это Получается 20000 Костра Посидеть О Ёпта Там Смотрите Там Баба В Купальниках О И Можно Занырнуть Один Прыгнул Давай Второй Опа На Нахуй Класс После поездки На футбук Пришли в ресторан Pinkfish Который Специализируется На Норвежском Лосось Там Так и написано Fresh Norwegian Salmon Сейчас Пойдем Перекусим Вот Так Выглядит Меню Этого Ресторана Бургеры Поки Fish and Chips Салаты Короче Я взял Цезарь С жареным Лососем На гриле Fish and Chips И бутылку Пива Карлсберг И вышло Мне все это 375 Норвежских Крон Сейчас я скажу вам Сколько это В рублях Примерно Так Лампам Парампам 3 3.300 Я примерно За это Заплатил Для Норвегии В общем Это Ог Цена Более-менее А вот так Вживую Выглядит Наша еда Fish and Chips Салат Цезарь Ну а Карлсберг Вы знаете Как выглядит Вы знаете Еда Оказалась Реально Очень Понтовой Прям Вообще Не хуже Ресторанов Мы пожрали Даже Наверное Лучше Многих Ресторанов В которых Мы были В Норвегии Вот Так что Pinkfish Ресторан Максимально Рекомендуется К посещению Восло Если не хотите Разориться И вкусно Пожрать Ну что ж Мы опять На вокзале Осло Нам предстоит Путь До Лилистрёма Вот Билеты Стоит Каждый 62 62 крона Это 500 рублей Хотя Ехать всего лишь 10 минут До Лилистрёма Ну Идем На посадочку Как вы видите По надписи На козырьке Приехали мы В городок Лилистрём 15 минут От станции Идти Примерно До Стадиона Решили Прогуляться А не проехаться На автобусе Чтобы хотя бы Чуть-чуть Посмотреть Этот Населенный Пункт Вот это Жопа Это Центр Лилистрёма По всей Видимости Место Конечно Довольно Адовое Смотреть Здесь Ровным счетом Нехуй Пришли К стадиону Вот это Все Очередь Стоит На сектор Вон уже Поле Видите По прямой Там красно-синие Баннеры Это Валеринга Вот это Наш сектор Здесь вроде Поменьше Людей В отличие От Брана Где мы были Вчера У Лилистрёма Магазина Своего нету Вот он Фаншоп Это обычная Палатка Со скудным Ассортиментом И очередь Стоящая Туда И вон Колянский Рюху Стоят Проверка билетов Как мы видим Обыска нет Никакого Вообще Билет Опять Электронный Вот он Стоит Он Ровно 2000 рублей На нашей парке Идем мы На домашнюю Трибуну Лилистрёма Как мы видим Здесь продают Суши Такое Первый раз Мы видим А вот здесь Серьезная штука Здесь Вот эта печка Которой жарят Бургеры Вот котлетки Лилистрёма Это кайф Куча народа А здесь Он Музыканты Ебашут И вон Какой-то Этот Маскот клуба Фенец Очень забавно Запели Видимо Гибнули Лилистрёма Смотрите Все растянули Розы Это кайф Лилистрёма И Розы Смотрите Это не то, что я стою по норвежскому. Идет 39-е матч, а парни и те, и другие потихоньку продолжают сжечь. По одному, по два фаера постоянно горит на секторах. Интересно, когда у них закончится пиротехника. Когда у них закончится пиротехника, с таким досмотром они еще раз сбегают. Кстати, да, точняк. Сбегать в машину и еще принесут. Но пока 0-0. Футбол на самом деле достаточно боюдоострый, но порода пока не распечатана. Не ищи. В северах матча все вывалили, естественно, на улицу. Жрать бургеры, курить сиги. Кофе. Кофе. Парни пьют кофе. Кстати, представляете, чая вообще нигде нет. И даже молока кофе нет, поэтому я ничего не пью, блядь. И да, и кстати, важно, здесь нет ни хера пива на стадионе вообще нигде. Но его можно провести. Да, но его можно провести, но его нет. А вообще, довольно холодно. Сейчас, наверное, плюс два градуса. И знал бы я, блядь, я бутылочку бы какую-нибудь коньячка бы пронес бы с радостью. Вообще посидел бы, похлебал бы на секторе. Буду знать. Примерно восьмидесятая минута матча. Мы решили свалить пораньше, чтобы, опять же, нормально ехать в поезде обратно в Осло. Потому что народу до хера, полный стадион, биток. Вот, и хочется доехать. Ну, уехать на первом поезде, потому что, опять же, завтра у нас уже в 9.50 рейс. Сейчас уже позднее время. Вот. Нужно успеть доехать, пожрать, ну, там, выпить по пиву и лечь спать уже, отдыхать. Завтра вставать очень рано. Нашли в Осло британский паб. Вообще здесь истам ирландские все. Sir Winston's Public House. Прикольно. Пойдем пить в британский паб. Пабе куча народу. И смотрят, на удивление, Формулу-1, а не футбол. Есть вот такой вот пивас. Ригнес, который говорят к Рождеству. Но мы взяли обычный лагер норвежский. Честные пинты. Кстати, обратите внимание, стаканы вообще даже не пинты, а 0.6 литра. Займок. Ну, по центре. Ваше здоровье. Ух, хорошо. Отличный лагерок. Ко второй пиночке пива решили взять еще и покрепышу по-небольшому. Это аквавит местный. Это фактически дистиллят из картошки. Но вот конкретно это еще настоян на всяких специях и пряностях. И бочки из Мадейра. Вот мне Николай подсказывает. Но знаете, как пахнет? Мне кажется, что-то среднее может быть как-то между бехера и виской. Что-то такое. В общем, довольно забавный аромат такой. Ваше здоровье, ребятушки. Оп. Наквально. Хорошо. Ух, хорошо. А танцевать пойдешь? Конечно, ГПК сейчас буду танцевать. Пришло очередное утро. Сейчас 8 ровно по местному времени. Пришло время покидать Осло и пытаться, именно пытаться двигаться дальше. На Шпицбергене. Потому что нет никакой уверенности, что нас туда сегодня пустят. Потому что это уже не Шенген. Нам нужно будет проходить границу. Мы, кстати, так пока и не знаем, где это будет. То есть, вообще, по идее, рейс Осло-Лонг-Ир. Лонг-Ир это столица, не знаю, как столица, не столица. В общем, самый большой город на Шпицбергене, который норвежский. Вот. Это уже полет туда. Он проходит с посадкой в Трамсю. Вроде как там в Трамсю. В этом надо проходить границу будет. Вот. Не факт, что нас туда пустят. Потому что у нас нет ни свежего ПЦР. И вообще, в целом, как бы мы не можем, русские сейчас находиться в Норвегии. Но, опять же, будем надеяться, что все здесь просто бездействует. Как во всей предыдущей нашей поездке никто ничего не спрашивал у нас. Надеемся, что и в этот раз тоже покатят и ничего не спросят. В общем, короче, едем на Шпиц на свой страх и риск. Еще важное замечание. Мы улетаем из аэропорта Осло. Здесь, вообще, в Осло два аэропорта. Но основной как раз вот он Гардемуин как-то называется. Или как-то так. Вот. В общем, с центрального вокзала Осло есть аэроэкспрессы. Которые стоят 204 крона. Это, получается, порядка 1800 рублей. Вот. А есть обычные поезда, которые идут ровно такое же количество времени. Также с одной остановкой в Лили-Стрёме по дороге в аэропорт. И стоят они 110 крон. То есть, считай, в два раза дешевле. Так что, ребятушки, если поедете из Осло на поезде в аэропорт, то обратите на это внимание и старайтесь покупать билеты именно на обычный поезд, не на аэроэкспресс. Самолет. Вот он стоит. Он летит как раз до Лонг-Ира через Трамсё в Осло. У нас даже не посмотрели паспорта. Никто не посмотрел паспорта. Просто, типа, заходите. Что? Терминал. А, ну да. Терминал, через который мы печатали все посадочные. Посмотрел наши паспорта. Распечатал посадочные. Но будем надеяться, что... Мы могли без них. Будем надеяться, что, в общем, дальше тоже все пройдет так же легко. Но уверенности в этом нет никакой вообще. Ну что ж, ребятушки, это мы в Трамсё приземлились. Вот так вот он выглядит. Снега пипец только. Ух, блядь. Чуть не ебнулся, поскользнулся. Круто. Это аэропорт внутри так выглядит. Стоим в очереди. Трансфер Интернешнл Ланг-Ирбен. Это... Здесь я знаю, что как раз проверка паспортов сейчас будет. И момент истины настанет. В будке паспортного контроля здесь там должны поставить печать о том, что мы покидаем зону Шенгена. Ну что, есть плохие новости. Вон вы видите двух полицейских офицеров. Нас нифига не пустили на Шпицберген. На паспортном контроле нас попросили показать европейский сертификат о вакцинации. Его у нас не было. У нас был только сертификат распечатан из Госуслуг о спутнике и антиген. Вот. Нам сказали, что этого недостаточно. Хотя мы сказали, что мы едем на территорию как бы России, на Шпицбергене, где этот сертификат спутника принимается. В общем, короче, мы уже примерно час наш самолет улетел. Тормознули нас троих и гражданку Канады, у которой тоже не было европейского сертификата о вакцинации. Короче, в общем, час уже мурыжут, не понимают, что с нами делать. Вроде как бы мы ничего не нарушили. Вот. И вроде как наши аргументы правильные. То, что мы в Баренсбург хотим попасть, а там территория России. И там принимаются наши сертификаты спутника. Въехали мы абсолютно легально в Норвегию. Вот. Но, в общем, короче, пустить нас не могут все. Два самолета улетает из Трамсё в день до Шпицбергена. Оба они уже улетели. Поэтому единственный варик – это нам возвращаться в Осло. Но, опять же, да, у полицейских сейчас пока находятся наши паспорта. Они там что-то проверяют. Вот. В общем, ждем развязки. Пока нам сказали сидеть в здании аэропорта. Надеемся, что если нас сегодня вечером будут отправлять в Осло за счет правительства Норвегии, то хотя бы разрешат погулять по Трамсё чуть-чуть. Потому что, ну, я, честно говоря, впервые за полярным кругом. Я был много раз на севере, но это было до полярного круга. Я впервые оказался в Заполярье. Вот. Хотелось бы посмотреть Трамсё, который является вроде как седьмым, что ли, по величине городом Норвегия. И самым большим по площади его. Небольшой апдейт. Только что к нам пришли полицейские. Короче, заставили подписать бумаги, где написано, что мы, в общем, должны покинуть Норвегию. И они нам купят на завтрашний день билеты до Москвы. Надеемся, что это будет хороший билет, потому что завтра как раз есть из Осло прямой рейс аэрофлота до Москвы. Вот. Ну и, по всей видимости, предоставят нам отель на сегодняшний вечер в Трамсё. Вот. У нас пока паспорта нам пока не вернули. Но разрешили хотя бы пойти в основной терминал. Потому что вот то, где мы были, это какой-то сарай. Вот. Основной терминал пойти пожрать пивка, выпить. Вот. В общем, вот такие вот расклады. Короче, ну, ждём. Новость следующая. Вышла полиция и сказала, что они заблокировали нам билеты на завтра на 8 с чем-то утра на самолёт. В 6.30 нам надо быть в аэропорту. А пока нам нужно отправляться в карантинный отель, где типа все должны сидеть на карантине. Вот. И на удивление этот отель это Redison. И для тех, кто приезжает на карантин, цена абсолютно адекватная. 500 всего лишь крон за... Ну, это, получается, 4 там... 4 500, образно говоря, за номер. Вот. По мне, так это пушка. Вот. Единственное, осталось выяснить, возможно ли куда-то выйти из этого отеля. Потому что хочется пошляться по городу Мальца. Вот. Ну, и я так понял, что завтра нас депорти... Ну, не депортируют, а выдадут нам билеты до Осло. И оттуда сразу же билеты до Москвы прямым аэрофлотом. Очень жалко, что не удалось попасть на Шпицберген. Но, с другой стороны, это очень здорово. Нам сэкономило денег на то, чтобы добраться до Москвы. Из основного лобби-бара Redison нас выпиздили. А, вот он там. Вот спот отдельный для таких, как мы. Видите, карантин отель, hotel entrance. Непонятно, куда зайти. Видимо, придется ждать какого-то человека, который придет там и откроет. Эх, ну что ж, вот так вот живут в Норвегии в Трамсё. Люди, которые на карантине. Привет. На удивление, с нас не взяли денег за отель. Чел, который сидит внизу у этой двери. И он сказал, что у меня нет никакой информации про оплату проживания. Но мне стали настаивать. Пообещали, что нам принесут еду. Видите, здесь у каждого номера стоит... Здесь салатик Цезарь. Здесь какой-то фастфуд, видимо. Может быть, тут можно принимать... Принимают заказы, что вы хотите покушать. И приносят из Макдональдса. Нам сказали, что принесут пиццу. Вот. И сказали, что мы можем идти гулять. Два-три часа вообще не проблема. Так что все. Оп. У тебя что, соседний? Колян. Здесь можно. А, да, то есть мы... Я тебе скажу, что неплохо живут люди на карантине. Нормально. Нормально. Утром все оказался достаточно миленьким городишкой. Куча деревянных домиков. Вот смотрите, например, какая красивая церковь. Вот. Жилой дом. Такой абсолютно деревянный. А вот... Новое помещение для папы, вот. А, да. Новое помещение для папы. Да, точно. Кстати, хорошее. Вот. И... Мы, наверное, пойдем гулять вот по этой улице. Сейчас зашли в продуктовый. Хотели купить крепыша какого-нибудь по фляжечке прибухнуть. И нас постигло разочарование. Оказывается, что все магазины закрываются в... Короче, в отдельных магазинах только. Как в алкомаркетах продается крепыш. И они закрываются все в 6 вечера. Вот. Вот. А это 20 минут назад произошло. Вот такая вот хуета. Поэтому я не знаю. Что, а пиво-то тут было в этом магазине? Обратите внимание. Ну, то есть мы купим пивка хотя бы тогда на вечер. Ну, тогда пивка купим хотя бы на вечер. Зашли в паб. Вот это вот локал пиво. Мак. Нам бармен посоветовал взять темный лагер. Говорит, что это наиболее традиционная история. Сейчас будем пробовать его. Ну, и помимо пивка еще, конечно же, взяли бутылочку. Не бутылочку, а решетика локального аквавита. Тоже сделанного во втором. Все. Вот он. Смотрите, как офигенно тут. Это библиотека. Какой-то деревянный старый дом с беседкой. Очень красивая церковь. Вообще прям фантастика. А еще нам в баре подарили вот такой сувенир. Я не знаю, видите или не видите. Вот я сейчас руку так положу. Здесь карта Норвегия. Отмечен полярный круг. И город Тромсё. Это как раз стакан от местного вот этого пива Мак. Который мы пили. Очень крутая задумка. Ну я не собираю вокал, а Кирюха его себе выпросил. К нему его бесплатно отдали. Вот тоже очень классный вид. Отсюда на залив. Украшенное к Рождеству уже здание. Вообще улочка вот эта прогулочная. И люди, представьте, сидящие в центре прямо у костра. Класс. Зацените, какая красотища здесь на набережной. Вон видите вот этот домик, который прямо стоит на воде и светится. Это сауна, блин. Конечно, очень круто, что норвежцы придумали делать сауну прямо на воде. Панорама. Опять же, на этой бухте. И очень классный дом. Прям такой типичный. Вообще норвежско-скандинавский топ. А это полярный музей. Видите, с рожей моржа. К сожалению, мы не успеем туда завтра сходить. Потому что нам в 6.30 нужно быть в аэропорту. А вот там рестораны-бар. А вон там, да. Там рестораны PAP Full Steam. Которые там нельзя. Но из которых у меня теперь есть сувенир. Ну вы понимаете, да? Вы понимаете, да? Прошли мимо ресторана. Смотрите, какой кайф. Огромный вообще аквариум во всю стену у них. И плавают форельки. Ну вот я вижу форельки. Там может быть внизу какая-то другая рыбина. Я в них не особо себя. Но это классно. Это очень большая штука. Мы пьем опять вот это вот пиво. Мэг. Здесь вообще, кстати, я вам хочу сказать, что в Tramseo вообще нет ни одного паба, в который нам нельзя. Да, кстати, нам же нельзя в пабы. Ну, в общем, короче, ни в одном пабе здесь нет никакого другого пива, кроме локального. Такой вот пиццушкой с Норвегии нас решила покормить. Интересно, и все одинаковые. Что за мужик такое интересное вообще? Пусть пицца невозможно. Да, все пиццы одинаковые. Ветчина и сыр, я так понимаю. Ну, кстати, выглядит не так плохо. Спасибо королю Норвегии. Короче, в общем, наступило утро нашего, видимо, завершающего дня в Tramseo. Надеемся очень. Вот. Нас встретила офицера полиции в аэропорту. Паспорта остались у них. Они нам выдали посадочные талоны на самолеты до Осло и сказали, что там нас встретят их коллеги. Так что, собственно, никаких пока новостей нет. Ждем, что будет в Осло, пока шароебимся по дьюти-фри. Короче, нас привезли в участок при аэропорте. Те были съемки из автомобиля полицейского. Прямо сразу же с самолета нас сюда посадили. Вот. Ну и ждем, видимо, отправления в Москву. Вот. Сколько ждать? Непонятно, на какой самолет нас посадят. В общем, такая вот история. Никуда отсюда двинуться будет нельзя. Кирилл Алексеевич, вы чего такое грустное стали на видео? Ну, потому что нам сказали, что с нас отпечатки пальцев собираются взять. Не очень понятно, для чего это. И не очень понятно, как это отразится на дальнейших наших путешествиях и в Европу, и в получении виз. Кирилл Алексеевич первый ходил. У него взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и даже рот замерили. Вообще здесь неплохо, как в бизнес-зале в полицейском участке. Видите, тут даже можно поесть. Вот, пожалуйста, кормят супчиком мистер Ли, джемом, печеньки. Все, что хочешь есть. Сок, телефон, видимо, чтобы звонить куда-то можно было. А тут даже кофемашина и душ. Ну что, ребятушки, вы можете нас поздравить. Мы в Москве, в терминале С, в Шереметьево. Из Осла нас посадили на прямой рейс аэрофлота до Москвы. Вот, доки не вернули. Они летели у капитана корабля, я так понял. Вот, по прилету нас отвели к погранцам. Погранцы опросили нас, что произошло. Вот, никаких, в общем, составов, видимо, переступлений нашли. И буквально минут через 20 уже выдали обратно паспорта и по добру, по здорову отпустили. В общем, конечно, такой достаточно напряженный трип вышел. Но правительство Норвегии, конечно, максимально нам облегчило задачу попадания домой. Вот, прямым рейсом аэрофлота. Вроде как мы им должны теперь деньги. Непонятно, конечно, как нам вернуть их в правительство Норвегии. Вот. Ну, в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Ну, вы знаете, что делать. Надо поставить лайк этому видео, подписку. Вот это вот все. Подписаться на мою инсту, кстати, тоже неплохо было бы. Вот. В общем, до новых встреч в эфире, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова